Уже 30 человек подключилось. Замечательно. Пусть еще подбегут. Ну, ничего не страшного, там 2 минуты буквально еще. Добрый вечер! Мы рады вас сегодня приветствовать на нашем большом бизнес-семинаре онлайн. Мы с вами сегодня поговорим об успехе, о деньгах и расскажем вам об инструментах, которыми можно пользоваться в MLM-компании для достижения своих вершин. И я рада сегодня вам представить нашего первого спикера. Это наш управляющий директор, корпоративный директор, извините, Светлана Ларина. Она сегодня нам рассказывает об успехе в MLM через планирование, творчество. И мы предоставляем ей слово. Она говорит нам о путеводителе по заработку сетевом. Светлана, вам слово. Корпоративный директор компании APL. Светлана Ларина. Добрый всем вечер! Благодарю вас, что вы сегодня посетили наше мероприятие. Моя тема более конкретно звучит так. Путеводитель по заработку в сетевом маркетинге – ключевые моменты. И я вас проведу сегодня через свою историю и через свое видение сетевого маркетинга. Как я это вижу? С чего я начну? А начну я с такой волшебной фразы. Что такое сетевой маркетинг? И сейчас приготовьтесь. Сетевой маркетинг – это лучшая в мире индустрия, предоставляющая возможность изменить жизнь многим людям на этой планете. Это, скорее всего, про меня. С сетевым маркетингом я познакомилась больше 25 лет назад. Я работала по найму и в 41 год сказала – все, я больше не буду работать по найму. И ни одного дня больше не работала. Что тогда, много лет назад, меня привлекло в сетевом маркетинге? Наверное, заработать деньги честным трудом. Люди, рожденные в Советском Союзе, как и я, ну, у большинства, в всяком случае, людей, была установка, и она у многих до сих пор есть, что большие деньги честным путем не заработать. Вот сегодня об этом поговорим. Расскажем, как это – заработать честным путем. Итак, в этой индустрии нет ограничений по возрасту, по опыту, по образованию. В моей команде есть возрастные люди, партнеры, которым 8 лет, активные партнеры, которым я все 83 года. И есть зарегистрированы учащиеся дети, внуки уже, которым 18 лет, студенты, которые учатся. Вот какую-то общую фразу сейчас скажу. Сетевой маркетинг предлагает нам уникальный продукт. Уникальный продукт. То есть, минуя от производителя до нас, потребитель на минуя общий, большой опт, средний, мелкий опт, все это минуя, и к нам приходит по той цене от производителя. Дальше. Что такое сетевой маркетинг? Это все-таки возможность построить команду единомышленников, которые могут развиваться и достигать финансовой независимости. Для меня это не банальные слова. И именно это делает нашу индустрию, я даже не побоюсь этого слова сказать, непроизойденной. И знаете, я думаю, многие сегодня из присутствующих здесь людей задавали или задают себе вопрос, нужен ли мне сетевой или не нужен. А скорее, знаете, наверное, мы многие являемся клиентами разных сетевых компаний, но больше вопрос уже звучит так. Я-то буду брать для себя продукт. А вот заниматься, зарабатывать, ну это точно не для меня. И давайте в этом сегодня разберемся. Давайте попробуем, ведь найти ключевые моменты у меня, тема так звучит, разобрать ключевые моменты по заработку, из чего он складывается. И подойдем к этому разносторонним. Я вот сейчас, я как преподаватель бывший, у меня есть доска. Но я привыкла рисовать. И давайте я вот, посмотрите, я нарисую обыкновенную, обыкновенную среднюю статистическую семью. Откуда у нас доход в семье, обыкновенной рабочей семье, средняя статистическая. Итак, смотрите, вот если взять, вот, заработок, доход в семье, доход в семье, откуда может быть? Может быть, это трое детей, трое детей. Какие-то социальные выплаты, выплаты. Даже если у вас один ребенок. До школьники у нас есть, до полтора года, до три года сидят. Как бы, ну, я сейчас говорю конкретно про Россию, да? Вот, трое детей, социальный выплат. Вот, может быть, даже вы работаете по найму. По найму. По найму. Тоже есть заработок, да? Конечно, это потолок, наверное, какой-то. И это работа по 8 часов, вас не бывает дома. Но он тоже есть, приносит вам прибыль. А вот, вот здесь, сетевой маркетинг. Вы все являетесь, ну, сегодня, являетесь партнером, клиентом. Вы вложили денег, сетевой маркетинг. Это, это скорее сегодня. Если вы там еще не получаете денег или дополнительный доход, пусть он будет не дополнительный, небольшой. Но если вы пока не получаете денег, вы экономите на хорошем, качественном продукте. Это тоже, это тоже, ну, будем говорить, здоровье, да? И вот еще есть хобби, я бы так сказала, хобби. Это то, что вам приносит доход. Ну, например, вот у меня зят, этот, электрик. Он где-то что-то чинит, ставит резетки. Это все есть заработок. Кто-то рассаду продает, кто-то вышивает, кто-то пекет, кто-то ухаживает за пожилыми людьми. То есть какой-то заработок в каждой семье сегодня продвинутый. Кто-то пишет конспекты, репетиторством занимается. То есть есть тоже хобби. И теперь смотрите самое важное, интересное в этом моменте. Дети вырастут, дохода не будет. Дети вырастут. Най перейдет в пенсию. И здесь будет не стабильно, а стабильно маленький размер, который вы получали. Хобби тоже разовое, сезонное или еще. То есть оно приносит доход. И чем вы старше становитесь, тоже может быть. Остается что? У нас один сетевой маркетинг. Вот здесь прямо хорошо остается один сетевой маркетинг. То, что вы еще там не получаете денег или недостаточно много, мы сегодня разберем об этом. Из чего складывается? Почему мы не вникаем в эту интересную, волшебную индустрию MLM? Так. И теперь смотрите. Я сейчас буду вот разбирать, ну вот рассмотрим, знаете, ключевые моменты, рассмотрим ключевые моменты сетевого маркетинга и ИПшек. Смотрите, я вот так вот разделю. Их будет всего семь. Я сегодня вытащила для себя. Итак, вот здесь MLM, а здесь индивидуальный предприниматель. И там два у нас будет таких семь пунктов, и два будет по найму. Два будет по найму. Итак, что бы я сегодня поставила самым первым, самым первым? Это низкие затраты. Низкие затраты. Запишу. Вот так буду все равно говорить. Низкие затраты. Низкие затраты на старте. На старте. Низкие затраты. Смотрите. Цифра 1. Итак, вступление в MLM обычно требует значительно меньше вложений, вот значительно меньше вложений, чем запуск и развитие собственного бизнеса в рамках ИП. Ну, тут не нужно создавать продукт или какую-то франшизу, продукт с нуля, там, марку с нуля. То есть у нас все с вами есть. Сейчас я напишу то, что именно касается нашей компании. Вход, вход, вот у нас вот, давайте я напишу цифры все-таки, да? Вход у нас от 5 тысяч рублей. Для предпринимателей это вообще можно цифру не называть. До 150 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей. Я сейчас говорю за Россию. За Россию. Вот здесь у ИП-шек, у ИП-шек купить франшизу, это примерно стоит 150-300 тысяч рублей. Тысяч рублей. И около миллиона приобрести продукт, купить помещение, арендовать ли, склады и так далее. То есть в этом мы сейчас говорим, сколько денег, сколько денег нужно, ну, сколько денег вложить. То есть мы говорим о заработке, экономии денег, открытии своего бизнеса именно в сетевой индустрии. Итак, вот некоторые боятся, некоторые боятся разговаривать с предпринимателями. Вот об этом нужно, наверное, им смело говорить, что у нас есть. Следующее, чтобы я сказала, вот здесь цифра и два, цифра и два, это у нас с вами обслуживание своего бизнеса. Я бы так назвала, мне очень нравится обслуживание, обслуживание, обслуживание своего бизнеса. Что это такое? Это у нас стоит в нашей компании, в нашей, я сейчас про нашу компанию говорю, да, у нас стоит от двух с половиной тысяч рублей в месяц ежемесячное обслуживание бизнеса. Что мы берем себе? Мы берем здесь, мы берем две продукты, две коробочки продукта для себя. Это тоже обслуживание. Можно говорить на языке предпринимателя, это тоже обслуживание бизнеса. Вот. У предпринимателей это намного больше. Это бензин, доставка продукта. У нас с вами онлайн-магазин, доставка, бухгалтерия, все сегодня стоит две с половиной тысячи рублей. Есть больше, это уже по принятию решения данного человека. Можно и больше, да, у нас больше люди платят ежемесячно, но это уже по пожеланию. А так, а двух с половиной тысяч обслуживание нашего бизнеса. Расскажите предпринимателям. Они будут смеяться, они будут не верить. Следующее, что бы я сказала, это тоже деньги, да. Третье бы, что бы я сказала на третье, вот здесь вот, да, это риски. Не хотела писать риски. Вот риски. Очень интересное слово. И готовясь к сегодняшнему занятию, знаете, к сегодняшнему мероприятию, не говорила бы. Зачем ты, Ларина, говоришь по-разильски? Говорю. Потому что вам не поверит предприниматель, что рисков нет. Вы же открываете свой сетевой бизнес. И риски должны быть, ну, в их понимании. Вот у них риски, это что, просроченные продукты, пижак вышел из моды, снизилась цена на посуду и так далее. Они должны быть всегда в распродажах, в тренде и так далее. То есть у них риски есть всегда. У нас с вами есть риск поправить здоровье. Но не всегда это понятно. Я напишу вот тут здоровье, сейчас я вам покажу здоровье. Но, знаете, не всегда предпринимателям это понятно. Говорите на их языке. Что поможет людям, вот я тут написала, смотрите, вот риск поправить здоровье, да. А вот здесь у них просроченные продукты, просроченные продукты. И вышла из моды, там, упали цены, вышла из моды и так далее. И так далее. То есть риск у них больше намного. Вот. У нас, можно сказать, что нам помогает уменьшать риск компания на запуске своего собственного бизнеса. Ну, вот прямо сказать. Знаете, в чем только? Вот здесь ничего не протухнет. Вот здесь у нас онлайн-магазин. Ничего в нем не протиснет, не протухнет. Единственный риск, это нужно на первых порах, на первых порах просто познакомиться с продуктами. То есть прочитать какие-то учебные материалы и так далее. Все. И может через месяц, через день запуститься. Как вам будет угодно. Через год запуститься. Ничего у вас не стухнет, ничего утилизировать не надо. То есть риск есть, это просто по времени запустить дальше. Ну, то есть время, деньги. Я вот тут написала бы, при чем здесь. Время, деньги. И вот мы, это время играет на вас. Следующее масштабирование. Вот здесь напишу еще один момент. Масштабирование. Масштабирование. Это очень важно, масштабирование. То есть, смотрите, по найму у человека, может быть, год пройдет, может, полгода, шесть месяцев, чтобы не начнут команду создавать. Как команду, как отмасштабироваться. То есть, ну, разделиться один магазин или три магазина. А вы здесь можете сразу один день, за один день, за один месяц сразу создавать команду в нескольких городах, в нескольких странах, если вам есть возможность такая. Соцсети предполагают масштабироваться быстро, если у вас есть одноклассники в каких-то других городах. То есть, и здесь, знаете, самое важное, что партнеры помогают вам вести свой бизнес и, ну, достигать общих целей. Вот здесь скорее партнерство, когда мы обмениваемся опытом, это очень важно, партнерство. А вот здесь конкуренция, конкуренция, жесткая конкуренция. И это тоже затратно, вот здесь тоже затратно. Пятое, вот что я хотела бы сказать, это самый мой важный, самый мой любимый, это финансовая независимость. Это такое сладкое, финансовая независимость, такое сладкое слово, пассивный доход. И он всегда растущий. Вот для чего приходит седьмой маркетинг. Я напишу финансовая независимость. Финансовая. То есть, без ограничений, финансовая независимость, независимость. Тут вот тоже время, деньги. И смотрите, что это дает. Пассивный доход означает, что можно получить доход в любое, можно получить доход в любое время. Активно вы работаете, неактивно вы работаете, отдыхаете, спите. В разных контингентах у нас разный часовой поезд и так далее. А вот предприниматели, у меня два предпринимателя с моей структурой, но они привязаны к своему бизнесу. Сами работают. Да, на выходных их заменяет кто-то. Потому что у тех людей нет заинтересованности продвигать их товар. Вот так, как они это делают, с любовью. Но они привязаны к собственным усилиям и трудозатратам. Шестое, я бы написала вот так, шестое. Это гибкость и свобода. Знаете, вот работа в МЛМ, ну вот сейчас я напишу еще, вот гибкость и свобода. Седьмое не войдет, мы так, гибкость и свобода. И свобода. Свобода. Это я о чем? То есть, смотрите, здесь очень важно, и при чем здесь деньги, если мы рассматриваем, при чем здесь гибкость и свобода. А я сейчас вам скажу, что вы планируете и организовываете свой рабочий день, как вы хотите. Свободное время. Какой удобный вам график. Сегодня выспались, завтра, даже если вы нашли время покопать картошку или в саду, это не имеет значения. Вы сам свой график сделали. И самая большая, это возможность объединить бизнес своей личной жизнью, семьей. Что бывает у предпринимателей, не всегда возможно. У них быстрее выгорание, чем у нас, у людей, которые работают, открывают предпринимательство именно в сетевой индустрии. Вот. И еще очень важно. Можно выбрать партнеров, клиентов, таких, как я хочу. Сейчас скорее больше по найму. Если у нас там мы работаем по найму, какой нам, преподаватель хотела сказать, какой нам начальник достался такой, достался. Мы его будем, ну, если терпеть, уважать там, я не знаю, да, находить с ним общий язык, вы другого не смените. Вот. То есть здесь вы можете выбирать себе команду, каких хотите партнеров, по своим приоритетам, по своим целям, по своим ценностям. И последнее – это развитие навыков. Я бы тоже сказала, что здесь МЛМ предполагает, дает нам возможность, ну, обучающих продам методики. И, знаете, вот развивать профессиональные навыки в менеджере, в маркетинге, в коммуникациях и в лидерстве. Это дорогого сегодня стоит. Сегодня очень много обучения, и это стоит денег. Конечно, почти в сетевом нам дают это в рамках компании бесплатно, и где-то есть, ну, минимальная затрата, когда люди получили навыками и делятся с вами. То есть вот такой, то есть эти навыки вам помогут не только в сетевом маркетинге, но и в обычной жизни, в обычных других аспектах вашей жизни, они везде всегда пригодятся. И в конце своего выступления, я думаю, что согласится со мной, 90% сидящих здесь на той стороне экрана людей, что мир меняется с большой-большой скоростью. Четыре года назад пошла пандемия. Было страшно, непонятно, вообще, не знаю, неудобно. Особенно было, как перестраивались все студенты, ученики, преподаватели. Как вести, как делать, никто этих навыков не знал. Все ушли в зумы, все. И сегодня любая метель, все, мы на дистанте. Любой чих, мы на дистанте. Это привычно стало. Обрадую вас еще одним моментом. Сегодня идет тенденция автоматизации и развития искусственного интеллекта. И снова уйдут вообще ряд, ряд профессий, вообще с рынка. И теперь о сетевом маркетинге. Мы всегда будем в тренде. Если вам 50, 30, 40, 60, приходите к нам, разберитесь. Когда-то я написала поток, нарисовала. Один раз, вложив деньги, рассмотрите эту специальность, рассмотрите. Все от вас зависит. И есть наставники, которые больше заинтересованы, чем вы, чтобы жить красиво, долго и богато. Прошу вас в сетевой маркетинг. Спасибо всем за внимание. Светлана, огромная благодарность. Мне второй раз захотелось заключить контракт и прийти в MLM бизнес. Ну что же, это была Светлана Ларина, корпоративный директор. Благодарим за рассказ об MLM. Очень круто. Ну, вы понимаете, что в модели MLM, конечно же, нужно приглашать, нужно рассказывать об этом бизнесе. И мы сегодня хотим с вами поделиться методами, эффективными методами поиска потенциальных партнеров. И для этого мы сегодня пригласили нашего партнера, корпоративного директора Аклину Гелимханову. Аклина, включай микрофон. Всем добрый вечер. Ну, было очень много сказано, с большим удовольствием все. Ира сказала, что хотела подписаться. Светлана рассказала, что у нас мир неограниченных возможностей. Но у меня такая тема, которая прям так звучит. Моя тема – это эффективные методы поиска и привлечения партнеров. Вы знаете, попросту я бы сказала. Приглашение и список знакомых. Мне это так проще. В сетевом маркетинге я уже много лет. Не знаю, это хорошая новость или плохая. Но тогда, когда не было, такие были высказывания сетевой и секс не предлагать. Вот я как раз в то время пришла в сетевой маркетинг, в индустрию сетевого. И полюбила ее навсегда. Поэтому я считаю, что я живу и в этом процессе нахожусь постоянно. Так вот, сегодня у нас уже в интернете есть много методов. Сейчас раз жизнь изменилась, все перешло сюда, в интернет. И люди стали больше создавать воронки, приглашения какие-то, чат-боты, мессенджеры. У нас есть контакт, у нас есть одноклассники. Вы знаете, я расскажу о самом простом, о самом таком проверенном. Это потому что твердый факт, я так работаю. Это теплый рынок. Что такое теплый рынок и что такое список знакомых? Много лет назад, когда мне сказали, пригласи два человека, я с того времени все время стала записывать людей. Почему? Объясняю. Когда-то, когда появились телефоны, я утопила свой телефон, потеряла его. Ну и, соответственно, все контакты у меня канули в лето. И с тех пор я стала все записывать. Почему я записываю? Потому что я твердо знаю, что самый тупой карандаш, он острее любой феноменальной памяти. Поэтому что я сделала? Я завела большую тетрадь вот на такой пружинке и стала записывать людей. Неважно. Еще хочу сказать. Все мы когда-то учились в школе, и тогда мы вели дневники. Но когда мы заканчиваем вузы, институты, мы перестаем вести какие-то записи. Ну, большинство из нас, я не скажу, что это сетевики, но большинство перестают просто писать дневники. У меня тогда следующий вопрос. Много ли у нас людей в вашем окружении, которые умеют говорить? Я вот тут чат наблюдаю, поэтому поставьте, пожалуйста, отнерочки. Кто умеет хорошо разговаривать? Да просто разговаривать. Потому что для вас сетевой открыт. Вы умеете говорить. Следующий вопрос. Кто умеет у нас писать? Элементарно. Взять ручку и тетрадку, чтобы что-то записать. Если вы умеете писать, поставьте двоечку, чтобы вы умеете писать. Сетевой для вас. Почему я это делаю? Когда-то я услышала такую фразу, что устные дела в суде не рассматриваются. Что это значит? Вот мы пишем, записываем что-то ручкой. Как нам говорили, что записано пером, не вырубишь топором. И я стала понимать, что начинает происходить с небесной канцелярии. Потому что здесь своя канцелярия, когда ты записываешь, а наверху своя канцелярия, и она даёт тебе возможности встречи с людьми, которые почему-то начинают отзываться, звонить тебе, писать, какие-то смс-ки, где-то поздравлялки. Поэтому самый проверенный способ я бы вам предложила завести вот такую тетрадочку, которая идёт на вот таких скрепочках. И на одной странице, расчертив, записать только три человека. Где взять, открывайте телефонную книгу, и первые, какие люди есть, вы их туда вписываете. У вас таким образом список появится из 10, из 20. И как же я свой список пополняю? У меня нет холодных контактов. Я научилась брать контакты у тех людей, которые мне улыбаются. И когда я вписываю их сюда, то я обязательно оставляю примечания. Но одну сторону вы всегда оставляете, вот здесь вы пишете, а одну сторону оставляете пустою. Здесь опять пишете три человека, как бы ведёте свою картотеку, и вы всегда её можете поменять и убрать ненужные листочки. Почему я так говорю? Каждые три месяца можно пересмотреть свой список. Поверьте, я свой список до конца проработать не могу, потому что кто-то уже заключил договор, кто-то попал в мою команду, вот я три года в компании, и я вижу, как люди приходят конкретно в мою команду, не у меня подписаны, но почему-то я этих людей начинаю отмечать. Почему? Да потому что они уже есть в моём списке, потому что я их уже записала в свою команду, и всё оставила на волю Божью, на пространство, от того, чтобы мне этот человек просто пришёл ко мне в нашу команду, в мою конкретно команду. О чём сказала Ирина? Что сетевой единожды проделав работу, и я всегда возвращаюсь к этим людям. Почему я возвращаюсь? Потому что я здесь всегда могу написать себе пометочку. Ну, например, вот вчера я шла домой и взяла два контакта. Каким образом я это сделала? Идёт женщина, Светлана. Видела я её три года назад, когда она сломала ногу. Повернулись, поздоровались, она улыбнулась. А раз улыбнулась, значит, это мне уже тёплый контакт. Что она говорит? Вы очень хорошо выглядите, я вас давно не видела. Я спрашиваю, Светлана, как у вас дела? И быстро переворачиваю, вы проблему с ногой решили? Потому что я её видела много времени назад. И она говорит, ну да, но всё равно всё болит. Я узнала, что мне хотелось. И я ей говорю, Светлана, вы знаете, я потеряла свой телефон, у меня новый телефон, вашего контакта нет. Давайте обменяемся. Она мне охотно даёт свой телефон, я ей тут же перезваниваю и говорю, я вам в течение недели позвоню. Это удобно? Удобно. И я пошла дальше. Не накидываюсь, не настаиваю, не пристаю, не досаждаю. Всё ровно, спокойно я прихожу домой, открываю свой ежедневник и аккуратно записываю с пометкой свой ежедневник, после чего переношу её в список знакомых. И этот человек в моей базе данных. Поэтому вот это всё работает, это всё твёрдый факт о том, что люди, которые будут к вам приходить, они всегда будут, люди, которых вы заносите в свой список знакомых, они всегда будут ваш список пополнять. И если вдруг человек отказал, то я через какое-то время всё равно перезваниваю и спрашиваю, а в вашей жизни что-то произошло? Мы можем вернуться к нашему разговору. Вот таким образом я составляю список знакомых. И ещё одна рекомендация. Когда вы начинаете со своим наставником, то есть вы уже вас пригласили, вы заключили договор, и в этот момент я спрашиваю, а есть ли у вас Телеграм, какие мессенджеры у вас есть на телефоне? Я сразу стараюсь на телефон установить все мессенджеры и дать ссылочку, чтобы человек мог спокойно заходить в магазин. И спрашиваю, а вам как удобно? Вы будете в магазин ходить вместе со мной за ручку или самостоятельно, без меня? Ну, конечно, без тебя. Ну, всё. И тогда у человека уже есть все данные, то есть он нажатием одной кнопочки может попасть со всей чаты. Вот таким образом я приглашаю человека, который уже есть. Он может, помогая ему сделать первый заказ, и уже потом спрашиваю по списку знакомых. Давай начнём, сколько у тебя знакомых? Ну, 10-20. Давай начнём с самого последнего, потому что родственников я бы вообще додвинула на самое последнее, потому что они будут обязательно вас дёргать, спрашивать, зачем эта ерунда. И в заключении хочу вам сказать твёрдый факт. Когда я подхожу к человеку, улыбаясь и не навязываясь, скажите, это будет приставанием или сетевой, это клетчатые сумки, мы что-то предлагаем, что-то продаём. Нет, ребят, у нас индустрия, у нас EPL GO, это мир неограниченных возможностей, и поэтому, когда вы рядом пойдёте с человеком, показав ему этот простой путь, как пригласить, как подписать, потому что мы с вами каждый день этим пользуемся, приглашаем на чай, приглашаем на дни рождения, на юбилеи. Поэтому для меня сегодня пригласить человека, я считаю, что это очень просто, но это просто ещё и не делать. И когда я приглашаю, то я сразу говорю, чтобы мне отсечь все варианты, если человек упор меня спрашивает, это сетевой, я говорю, да, это сетевой. Я сокращаю своё время, но в список я его всё равно вношу, потому что пройдёт немного времени, и он будет в моей команде. Поэтому Небесная канцелярия всё сделает таким образом, чтобы вам было комфортно. Почему я про это говорю? Что откуда бы к вам люди ни пришли, пусть это будут одноклассники, может, это будут контакты, это будет Инстаграм, это будет любой другой мессенджер. Но поверьте, вам всё равно придётся с ним разговаривать и отвечать на какие-то вопросы. Поэтому метод коммуникации и тёплый рынок, он всегда будет в тренде. И поверьте мне, он очень эффективен, и он очень надёжный, продуктивный этот метод. Поэтому всем большое спасибо. Читаю чаты и рада, что вы с нами, а мы с вами. Всех благодарю. Огромное спасибо. Благодарим тебя, Клемя, за рассказ. Конечно, вы все знаете, что существует масса методов привлечения партнёров в свою команду, но этот остаётся неизменным долгие годы. И мы благодарим тебя за твой рассказ, за твоё тепло и о том, что ты упомянула родственников. Да, они в самый последний момент присутствуют в нашем бизнесе. Ну что же, а мы переходим с вами к следующему спикеру. Сейчас я её представлю. И она сегодня нам поведает, как же сделать первый шаг. Вот этот первый шаг очень важный, очень главный, чтобы запустить свой бизнес в MLM-компании. И мы сегодня говорим об MLM в общем, и мы сегодня говорим о нашей компании, с которой мы сотрудничаем. Это компания EPL GO. Итак, я предоставляю слово сегодня нашему корпоративному директору Надежде Крючковой. Здравствуйте, здравствуйте всем. Я, вы знаете, вам сегодня крупно повезло, потому что сегодня здесь спикеры собрались, влюбленные просто невероятно в сетевой маркетинг. Я, вы знаете, уже 16 лет настолько влюблена в этот бизнес, что когда мне говорят, что сетевой не мой, я безусловно соглашаюсь. Почему? Да потому что действительно, но абсолютно не каждому нужно ездить в шикарные путешествия. Я уже с сетевым объехала, наверное, полмира. Это шикарнейшие страны, роскошные люди. Это необыкновенные подарки. Сейчас поймете, почему я об этом говорю, потому что мы обязательно коснемся тоже ваших целей сейчас. Потому что какой смысл делать бизнес, если, предположим, нет целей. И, безусловно, конечно же, накопив вот за эти 16 лет столько багажа, столько опыта в сетевом бизнесе, я просто заряжаю людей своей энергией для того, чтобы найти как можно больше единомышленников. И более того, осчастливить тех, кто на сегодняшний день может быть менее счастлив или менее успешен. Не видела ни одного человека, который бы хотел жить хуже, чем он живет сейчас. Безусловно. И я думаю, что если бы я вас спросила, с какой целью вы пришли в компанию EPL, вы наверняка бы мне сказали А. Либо за здоровьем, Б. Либо здоровье и зарабатывание денег. Класс. У нас еще есть очень много возможностей, которые дает нам компания. Знают ли ваши знакомые об этих возможностях? Но сегодня я, знаете, хочу, вот если бы я вам задала вопрос, что мешает вам быть успешным в компании EPL или в сетевом, вы можете мне перечислять разные-разные обстоятельства. Ну, например, вы работаете или вы не знакомы вообще с этой индустрией, да, или вы, предположим, не знаете вообще с чего начать. Вот. Мы предполагали ваши вопросы, вернее, ответы. И сейчас я хочу вот прям показать ключевые аспекты планирования сетевого бизнеса. Думаю, что есть такие, кто только начинает бизнес. Есть люди, которые, ну, что-то начинают в трупплентном состоянии пребывать, понимая, что что-то вроде стоит все на месте. Бывает такое. Не отчаивайтесь. Сегодня вы получите от меня некоторые рекомендации, которые вы можете принимать. Можете не принимать, это исключительно ваше дело. Но я вам скажу, если у вас есть большое желание совершенно забыть слово «крики» или «долны», если у вас есть огромное желание покупать автомобили в салоне. Знаете, я сейчас вспомнила, как я поднялась на второй этаж автосалона и увидела табличку со своим именем, со своим красивейшим автомобилем. Вы знаете, вот счастье просто переполняло, на самом деле. И когда ты рассчитываешься наличными, да, это вот приносит, ну, в то время я как бы тогда карточки, они в принципе... Ну, и у меня их не было на тот момент, да. По-моему, и не было их совсем. Вот. И я ощутила невероятную радость. Я думаю, что у вас то же самое было бы, если бы вы осуществили свою мечту. Итак, приведу примеры. И если у вас рядом есть записные книжки, ручки, пожалуйста, приготовьте, потому что сейчас прям будет делиться всеми своими книжками. Первое, что нужно сделать, когда вы начинаете работать, это, безусловно, организовать себя. Потому что, правильно Света сказала, у нас нет руководителей. Мы можем организовать себя только сами. И это вообще уникальная вещь, которая мобилизует вас, дисциплинирует, которая вызывает вас в каждой клеточке вашего организма такую ответственность, что хочется действительно, чтобы все получилось. Итак, первый ключевой такой аспект. Это, безусловно, определитесь, пожалуйста, с вашими целями и приоритетами. Что это такое? Если, предположим, у вас есть желание поднять свой статус, предположим, или поднять свою квалификацию, условно, ранг поднять, вы должны установить некие правильные, четкие шаги. Например, определенный набор потенциальных партнеров, да, а их должно быть по количеству, энное количество людей. Обучение команды, безусловно, достижение определенных объемов продаж. И знаете, когда мне говорят, ой, ну, сетевой это, ну, нет, я продажами не люблю заниматься. Слушайте, друзья мои, вы не любите заниматься, потому что вы себе не представляете, какое это увлекательное дело. Вот когда вы грамотно это делаете, когда вы со страстью это делаете, с большой любовью делаете, вы не продавайте человеку товар, что, какой смысл его продавать, он уже, он, понимаете, он сам себя продает товар. Вы предложите, что человек будет иметь, какую ценность он приобретет с этим товаром. Вот вы знаете, когда вы делаете это с точки зрения не торгаша, не продавца, а с точки зрения маркетолога, тогда у вас получается очень красивая, хорошая продажа. Ну, вот реально, я просто реально получаю кайф. Вот правда. Попробуйте себя вывести на этот кайф. Я думаю, что вам тоже понравилось. Дальше. Следующий момент. Второй. Разработайте реалистичный график работы. То есть, если, предположим, вы работаете, то безусловно, у вас есть ограничения во времени. Вы делите себе время и определитесь. Так, мне нужно вот это. Мне нужно три часа, четыре часа для того, чтобы дойти до своей цели, предположим. Ну, к примеру, например, вы решили поставить себе задачу пригласить в течение месяца пять партнеров. Пять новых партнеров. Что вы делаете? Приглашайте пять партнеров. Вы начинаете составлять план, где вы найдете. Это, Аклевиа, сейчас сказала, где вы можете найти, да? Открыли телефон, посмотрели, позвонили, встретились, ее побили, покайфовали, поспрашивали, как дела, поспрашивали, что новенького. Кстати, может быть, в этот день даже вы не сделаете своего предложения, а может быть, в этот день у вас появится роскошный ключевой партнер. Такое тоже бывает. Есть очень много людей, которые ищут в поисках. Есть люди, которые находятся в таком состоянии, вроде мало платят и так далее. То, что Света сказала, у нас здесь неограниченный доход. Я вам больше скажу, в компании Пиел 12 видов заработка. Про какой вы будете рассказывать своим и с 12 своим знакомым, лучше решайте, друзья мои, сами. Я думаю, что они от вас попросят все 12 рассказать. Правильно и сделаем. Итак, ну, предположим, вот сейчас мы с вами давайте поработаем и расчертим страничку, да, вот сделайте вот вот листочек, да, расчертите вот этот листок на 4 части. Сейчас объясню, почему 4 части. Предположим, смотрите, вы приходите, вы ко мне пришли, я вас пригласила, и вы мне сказали, я хочу заработать, я вас спрашиваю, сколько вы вообще хотели бы зарабатывать? вот так, ну, допустим, Лену спрашиваю, Лен, скажи, пожалуйста, вот сколько бы ты хотела зарабатывать так, чтобы вот чувствовать себя счастливой? И Лена говорит, ой, ну, если учесть, что я на сегодняшний день 30 тысяч зарабатываю, то, конечно, вот тысяч 100-то я бы, конечно, хотела. Я задаю следующий вопрос, Лене, Лен, дорогая моя, а сколько по времени ты можешь выделить из своего графика, чтобы заработать не 30 тысяч, на которые ты, в принципе, 8 часов расходуешь своего времени, времени своей жизни, а вот для того, чтобы 100 тысяч, то есть это получается в три раза выше. Сколько ты можешь выделить? Лена говорит, ой, ну, ты знаешь, ну, три часа я могу выделить, я говорю, замечательно. Вот кодики я, конечно, не пишу, да, там 8 часов ты получаешь 30, а здесь ты хочешь три часа и получать хочешь 100. Ну, хозяин парень захотела, это ее цель. Замечательно, амбиции шикарные, здорово, поддержите этого человека и напишите, пожалуйста, вверху на листке презентации, что вы хотите, вернее, она хочет 100 тысяч рублей. Вот эти четыре графы, которые вы делаете сейчас, почему четыре? Это наш месяц. Вы предлагаете Лене, Лен, слушай, дорогая, а давай-ка мы с тобой в течение месяца заработаем эти 10 тысяч. Ну, Лен, конечно, в недумении, невероятное что-то, но очень хочется. Правда, на самом деле, очень хочется. Классно, где 30 и где 100. Понимаете, да, поэтому, значит, вы показываете линии, нет, смотри, у нас в компании 100 тысяч, это, ну, скажем так, дополнительный доход, потому что я знаю очень много людей, уже познакомилась, ездили в круиз, познакомилась с очень другими людьми, для которых миллион, два миллиона, да, это нормальная, нормальный доход в месяц, да, я уж не говорю про нашего поток провалителя, да, когда, ну, когда, вау, когда круто, вот. Вы знаете, кстати, мне тоже очень нравится, когда я в день получаю по 27 сообщений от компании Белл о том, что мне начислили какие-то бонусы. Вот прям душа поет, вот действительно. Желаю каждому из вас тоже, чтобы тоже пели ваши вот эти вот сердца, вот, и эта музыка разлеталась во все стороны. Непременно к вам, вот на эту музыку обязательно придут люди самые классные, самые ценные. Вы увидите, как будет расти ваш энтузиазм, ваш харизма, ваша уверенность. Вы увидите, с каким желанием вы будете рассказывать людям о том, что предлагает компания. У нас готовый бизнес. открыл рот, дал информацию нужную, закрыл, следующий, пожалуйста. Итак, вы расписываете вот эти вот тысячу, вернее, 10 тысяч рублей в первую неделю. Значит, мы делим вот это, давайте предположим, что вы, безусловно, четыре дня вы в месяц отдыхаете семьей, вообще не работаете, эти четыре дня. Вот остальные 26 дней мы делим вот на эти четыре ровные части. Получается, что каждый шесть с половиной дней, у нас получается четыре раза по шесть с половиной дней. Можете прям записывать. Кому это интересно, я думаю, проверьте меня, права я или нет, может быть, я что-то как-то лукав. Но я работаю поэтому, поэтому я вам честно скажу, это все работает. Дальше, шесть с половиной дней ваша неделя. Каждую неделю, в каждую неделю вы должны заработать 25 тысяч рублей. Для кого-то это кажется большая сумма. Для ИПЛ, работая в ИПЛ, это очень небольшая сумма. Это очень реальная сумма. Что вы делаете? Каким образом вы зарабатываете? Вы можете приглашать людей целенаправленно, точечно, по теплому рынку. Это намного быстрее, безусловно. По холодному рынку это надо дать себе время не на один месяц, а может быть, на несколько месяцев растянуть вот это удовольствие, чтобы выйти на доход в 100 тысяч рублей. Но поверьте, есть ради чего работать. Смотрите, значит, давайте предположим, что вы можете приобрести на 100 тысяч рублей. Представьте себе, у вас работа или там может быть какой-то бизнес. Но, знаете, я предпринимателям сразу говорю, слушайте, вам крупно повезло, потому что у нас готовый бизнес, вы можете получить за 150 тысяч рублей. Что такое 150 тысяч рублей? Это, в принципе, для предпринимателей, ну, там миллионы, они разговаривают про миллионы, поэтому 150 тысяч это очень мало. И, безусловно, нужно сказать, что все фишки, а на самом деле все блюжки, скажем так, человек будет получать. Классно. Для кого-то 150 тысяч, вход 150 тысяч, это, ну, ощутимая сумма. Для кого-то, ну, только не для предпринимателей, поэтому поговорите правильно, грамотно, и вы увидите, что у вас обязательно подают. Вот, может быть, Ирина, вот, приглашает только людей, которые заходят на 150 тысяч, это круто, потому что уровень, понимаете, понимания, уровень видения с этого бизнеса, он совершенно другой. И он растет, безусловно, в геометриической прогрессии. Что дальше? А дальше вы выполняете вот этот вот план. Можете разделить на часы. Как хотите. Разделите вот эти вот. Значит, в день у вас получается 3800 рублей. Чтобы 100 тысяч получить, 3800 рублей. Я заглянула в интернет перед нашей встречей, да, я вам скажу, средняя заработная плата, вот последние данные, по России 40 тысяч рублей. Мы сейчас с вами расписываем 100 тысяч рублей. Второй момент. В Москве, допустим, средняя заработная плата 125 тысяч рублей. Да, мегаполисы, огромный город, да. Ну, возьмем Екатеринбург, потому что я север убрала, и я скажу, Екатеринбург это недалеко от нас, вот, относительно недалеко от нас. В Екатеринбурге средняя заработная плата 56 тысяч рублей. Мы можем с вами, друзья, предложить в два раза больше. людям интересно, что я должен делать и чем я должен заниматься. И здесь вы говорите, друзья мои, обязательно, пожалуйста, не упускайте эту возможность определиться с вашей целевой аудиторией. Почему я сейчас говорю про предпринимателей? Кого вы хотите видеть в вашем бизнесе? Может быть, вы с Найпером будете точечно работать по предпринимателям. Пожалуйста, работайте. Зато они будут заходить уже не на сумму 5 тысяч рублей, они уже будут заходить на более высокие статусы. Почему? Потому что для них статусность это уже образ их жизни. Хотим мы этого или нет, люди привыкают к хорошему очень быстро. И, безусловно, они начинают работать и зарабатывать. И начинают понимать, что нужно делать. Сать предпринимателям вообще не надо говорить, что здесь надо что-то делать. Они понимают прекрасно. И все так. Для начала два человека. Два человека, чтобы получить, получать уже, начать получать бонусы. Групповой и так далее, и так далее. кстати, у нас шикарный маркетинг план. Я не знаю, даже если проводить аналогию с другими компаниями, я всегда очень уважительно отношусь, рекомендую вам уважительно относиться к каждой компании. Не надо хайить. Не надо любить всех, кто прикасается к сетевому маркетингу. Потому что это люди особенные, это люди преданные, это люди страстные, это люди, которые хотят больше, чем кто-либо другой на самом деле. И они получают, тот, кто действительно по-настоящему хочет, он это и получает. Дальше, что вы делаете? Вы разрабатываете маркетинговую стратегию. Где вы будете находить этих людей? Я вам скажу, что у учителей, у нас есть очень много учителей в сетевом маркетинге, у учителей шикарно получается, они крутые сетевики, они же такие добросовестные, такие ответственные, они, понимаете, им не надо много говорить, они научились трудиться. Поэтому, но у некоторых зарплаты маленькие, предложите им 100 тысяч рублей, первые 100 тысяч, а дальше, а дальше уже делаете следующие, выстраиваете следующие планы. Значит, использовать, что нужно использовать? Соцсети, блоги, вебинары обязательно, может быть, где-то семинары. Я открыла, вы знаете, для себя, являюсь создателем, и, собственно, я представила себе, что я хочу людей, которые самодостаточны, которые хотели бы бизнесом заниматься, которые занимаются бизнесом, да, я создала клубь успешных женщин. Друзья, безусловно, приглашают только успешных женщин, мне интересно женщинами работать, будут мужчины, роскошно, откроем еще мужскую куплю, замечательно, потому что уже опыт есть, и это интересно, люди ищут сообщество, найдите сообщество, в котором есть ваша целевая аудитория, с этим понятно. Следующее, что нужно сделать, пожалуйста, друзья мои, создайте план обучения вашей команды, потому что ваша команда будет расти, скажу честно, можно не создавать план обучения, знаете, почему? Потому что в компании EPL он уже создан. Если вы знакомы с бэк-офисом, вы заходите на свой аккаунт, находите первый шаг, и вам четко, подробно написано, рассказано, вплоть до страниц, куда, на какую страницу зайти, чтобы прочитать вот это, чтобы познакомиться с продуктом, чтобы познакомиться с маркетингом, чтобы познакомиться с разными дополнительными материалами, инструментов, ну вплоть до визитки, друзья мои. Если вы решили вести бизнес, пожалуйста, ведите его красиво, потому что вы представители компании EPL, а вы посмотрите, какие красивые люди здесь, вы посмотрите, какие руководители красивые, на них смотреть, просто глаз невозможно оторвать. Господи, как же нам повезло-то с вами, что дальше делаем? Значит, либо сами создаем систему обучения, либо присоединяемся к команде. У нас шикарная система обучения, мы реператург, поэтому, ну вот, я не знаю, может, до большого ума-то не надо. Присоединила своих людей, все, проследила, чтобы они, пять, пять обучаем первых пять. Вы знаете, почему пять? Потому что человек может управлять только пятью людьми. Когда мне говорят, что вот я сто человек приглашу и буду с ними работать, друзья, это круто, вы вообще, вы вообще супер, вы вообще мега, но я вам скажу точно, у меня появится, знаете, как, этому не дала, этому не дала, этому не дала, и люди начнут уходить, почему, потому что сливаться, почему, потому что самая главная валюта, самая, самая высокая сегодня валюта это внимание. Если человек не получит от вас внимание, все, все ваши труды в поисках, в обучении, они будут напрасно, человек не сможет зарабатывать. Создайте команду из зарабатывающих партнеров. Ой, господи, я говорю, у меня аж мурашки похожи, потому что, ну, вот это вот мое огромное желание, чтобы каждый мог с гордостью сказать, да, 12 видов дохода, и все я уже и получаю, понимаете? Следующий момент, обязательно мотивируйте себя, мотивируйте, что вам нравится, купите новую вещь какую-то, вы порадуйтесь, пригласите людей на мероприятия, организуйте это мероприятие, чаепитие, у меня на Новый год было красивое чаепитие, я всем купила подарки. Для чего? Для того, чтобы люди почувствовали вот это единение, чтобы люди понимали, как они дороги, как они ценные в команде. И вот, ну, я считаю, вот так вот, у каждого, безусловно, свое видение своего бизнеса. Ну, и дальше, и дальше, друзья мои, вы составили планы, кстати, вот эти четыре, вот эти четыре, значит, раздела, да, недельные, вы можете на эти, на эти недели наложить количество, значит, партнеров, которых вы приглашаете, и, распишите абсолютно ваша задача какая? Самой научиться? Научить? Пять. Пять научиться. Почему мелочиться? Хотела сказать, два, пять научить. Значит, у меня Иванова, Петрова, Ситрова, Смирнова, Николаева. Все. Эти люди у меня работают, каждый на определенном пути, поэтому вы, безусловно, контролируете, следите за тем, чтобы каждый из них мог получить от вас внимание, знания, направления и корректировку планов. Почему? Потому что иногда бывает так, что план не выполнен. Не очаривайтесь, ничего страшного. Пусть вам нужно немножко побольше времени. Самое главное, что вы систему разрабатываете, создавайте свою систему. Только системой вы сможете только в системе, вы сможете добиться успеха. Я желаю каждому из вас огромных успехов, желаю каждому пройти свой путь, увидеть свой бизнес, увидеть себя в этом бизнесе с огромной командой, с огромными чеками, в роскошных местах и в роскошных, в роскошных нарядах. Удовольствия вам, кайфа и огромного, огромного, огромного успеха во всех начинаниях. Огромная благодарность, Надежда. Благодарим вас. Ну и, конечно же, мы вам желаем открытия мужского клуба по интересам, потому что все должно быть в балансе. Клуб женщин и мужчин, мужчины должны уравновесить женщин. Благодарим за ваш очень яркий рассказ, за то, что вы с нами поделились вашими мыслями, идеями. А сейчас мы переходим к очень интересной теме, зачем же нам все-таки деньги. И для этого у нас сегодня есть потрясающий спикер, управляющий директор Татьяна Соколова. Татьяна, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые партнеры, гости. Ну, мы сегодня говорим о сетевой компании и бизнес-люди приходят, понятно зачем, они приходят зарабатывать, они хотят хорошо жить, они хотят жить богато. Вот. Но у меня к вам ко всем интересный вопрос. А зачем вам деньги? Вы часто задаёте себе этот вопрос? Задавали ли вы его вообще себе? И какой ответ? Находите ли вы ответ на этот вопрос? Вы знаете, я встречала людей, которые мне на этот вопрос отвечают. Не в деньгах счастья, ну, это всем известно, да, счастье, не в деньгах счастья, а в их количестве. Мне говорят, что, да, при чём тут деньги? Деньги — это фантики. Но как без денег? лучше жить с ними, лучше жить с ними, правда? У нас у всех разные желания, разные помыслы, разные ценности. И когда человек приходит вот в компанию, в сетевой бизнес, им разные его желания двигают, цели. кто-то вот просто изначально приходит и видит возможность покупать хороший продукт, который принесёт ему здоровье, и при этом есть такая возможность, чтобы не доставать деньги из своего кармана, а, в принципе, работать в сетевом, получать тут доход, и за счёт этих средств приобретать этот продукт. И дальше вот он себе цель не видит развития. Кто-то просто приходит действительно за доходом, за дополнительным доходом, вот о чём говорила Света Ларина, деньги к деньгам, как говорится, у кого-то цели могут быть просто возможности осуществлять свои мечты, свои желания, там, путешествия, приобретения каких-то товаров, для кого-то это просто подушка безопасности в жизни, потому что люди думают о том, что они скоро уйдут на пенсию, или они уже на пенсии, им нужен дополнительный доход, потому что средств пенсии недостаточно, а есть вообще у людей проблема, когда они без работы, и они ищут способ возможности существования и заработка, вот, а другие вот просто приходят в сетевой бизнес, чтобы чувствовать себя успешными, вот, немножко тему сейчас Надя об этом сказала, так вот, как понять, зачем вам эти деньги, я, если вы не задумывались над этим, то я вам предлагаю это задуматься, и у меня есть такое вот простое упражнение, которое я хочу вам предложить, оно мне нравится, сделайте это, ну, не сейчас, конечно, а когда все закончится, и вы не откладывайте, пожалуйста, это надолго, возьмите листок бумаги, и просто задайте себе раз 15 вопрос, продолжение фразы, я хочу энную сумму денег, чтобы что, и ответ, и снова, я хочу сумму денег такую-то, чтобы что, и повторяйте это раз 15, и потом посмотрите этот весь список, и подчеркните, или выделите там фломастером, маркером, все нематериальное, то, что вы написали, и вы увидите, и поймете свои истинные цели, свои препятствия и блоки, вот, но по-любому, вот, когда нематериальные цели, там, это немножко кривая мотивация, это не о деньгах, да, но это круто, что вы хотя бы это будете осознавать, смотрите, какая вещь, вот, мозг у нас мощнейшая машина, для него реализовать увеличение доходов два-три раза, это легкая цель, и в мире есть вот миллионы способов зарабатывать деньги, ну, не каждый этим пользуется, не каждый это может, и почему, да, потому что нашему подсознанию нужно этим вопросом активно заниматься, для него должна быть веская причина, чтобы что-то менять в своей жизни, что-то изменять, поищите вот свои истинные ценности, начните их примерять, проживать, действовать из них, вот это будет самый большой и там серьезный веский аргумент, чтобы менять свою жизнь. Все вот смыслы, ценности, потребности, это то, вот на самом деле, ради чего вы живете, и чего хочет ваша душа. Любые изменения, любые изменения происходят через смену каких-то действий, изменения вот ходом мыслей, поведения. Вот, если вы в каком-то, вот будете находиться в магическом мышлении, ну, вам рано денег. А так вот, знаете, я всю жизнь, вот, прохожу по жизни, ставьте большие цели, вот фраза для меня, она является ключевой, ставьте большие цели, достигните малого. Это работает, это проверено уже много-много раз. Глобальные цели, они рождают веру в то, что наши возможности значительно шире, раскрывается какой-то внутренний потенциал и прилив сил, какой-то драйв, знаете, появляется. Вот, но, например, если рассматривать уровень квартира, машина, это такая простая база выживания и, честно, ну, вот, 50-ти там годам, да, в среднем таком возрасте, я считаю, ну, этого достигает каждый. Но, задумайтесь, закрыли ли вы хотя бы это? Или вы, вот, о чём сейчас Надежда говорила, сколько вы хотите заработать? Я хочу заработать, там миллион человек, говорит, а вы заработали 50 тысяч, 100 тысяч. Распишите свои будущие доходы хотя бы на бумаге. Сделайте то упражнение, которое я вам предлагаю. А дальше что? Вы определились, а дальше как? Так вот, вы зашли в бизнес, как не слиться в этом бизнесе, как не погаснуть, да, как мотивировать партнёрам в сетевом маркетинге. Говорят, что очень трудно работать, не знают, что и как говорить. Я, кстати, тоже с этим столкнулась первый месяц. Ну, просто, знаете, как понимаю, а сказать не могу. Все люди говорят, партнёры, все отказываются, как-то всё сложно, мотивации нет, где её найти. Вот, честно скажу, всегда старайтесь держаться вот подальше от людей, которые начинают, ну, вот нытики такие, с позиции сбертвой выступают. Я вот держусь этих людей подальше и вам всегда советую, потому что вероятность, что они вас затянут в своё болото. Вот, и чтобы этого не произошло, чтобы вы, ваши партнёры, всегда имели мега-мотивацию к действиям, используйте два простых метода. Ну, это моя точка зрения, вы можете принимать, я с ней делюсь. Первый, это постоянно обсуждайте с партнёрами его цели и мечты. Ради чего ты это делаешь? Это главный вопрос. Прежде чем, прежде всего, вот выясните, зачем человек пришёл в сетевой маркетинг и о чём он мечтает. Какие у него желания? Вот мой спонсор сделал много, а мой спонсор замечательный, вы её сейчас слышали, это Надежда Крючкова. Вот она смогла сделать так, что я получила ну, прям огромное впечатление а желание у нас всегда возникает только от того, что мы получаем эти впечатления, да? И дальше у нас уже возникают наши цели, мысли, каким мы хотим быть, что и дальше уже развитие идёт, что нам нужно. И второй метод это постоянно изучать историю успеха. вот ключ богатства это истина такая, да, он идёт через информацию, чем больше информации, тем вы более продвинутесь, становитесь. Вот если вы, кстати, вот вариант такой, если вы любите на диване, в кресле сидите перед телевизором, да, и получаете информацию через интернет, через телевизор, ну, гарантия, что вы просто утонете в этом и особого развития точно особого не будет. Изучайте биографии успешных людей, общайтесь с успешными людьми, питайте книги, участвуйте в вебинарах, школах. Я, например, вот на меня впечатление, конечно, это пример Надежды Крючковой. Я честно скажу, я пришла на наставника, вот этот человек меня вдохновил и как бы и сопроводил, вот, хорошо, если вам это повезет, в этом повезет со своим спонсором, а я думаю, должно повезти, потому что вы в замечательной компании Пилго, и здесь все люди просто шикарные, вот, просто вдохновляющие, удивительные люди, вот, читайте больше книг, вебинаров, участвуйте в марафонах, вот, понимаете, у меня отдельная история, что я за ноябрь пришла фактически от партнера дошла до Даймонда, я просто на каком-то драйве это все прошла, и, и как бы цель за целью, то есть, чего ты хочешь, и вот, знаете, как вызов, это, ну, просто это было здорово, это, знаете, как вот то, о чем я сейчас говорю, я все испытала на себе, я все это прошла, и это работает, вот, и поэтому, вот на этом опыте, я своем личном, как это сделать, что нужно сделать, мой спонсор смог донести до меня, и я вот хочу с вами этим поделиться, вот, что, что лично для меня сработало, я думаю, это должно работать для многих, что у нас в компании есть система, в которой все могут зарабатывать и даже получать продукт бесплатно, ну, это супер, такое предложение, да, значит, у всех есть возможность создавать большую структуру, за каждый уровень вы будете получать доход, это мы говорим о том, что вы должны говорить партнерам, как вы их должны мотивировать, да, цель три уровня, я говорю о трех уровнях и рекомендую вам, кто не читал, почитать небольшую книжечку, 10 уроков на салфетке, супер книга, вот просто, понимаете, вот настольная должна быть и которой можно возвращаться и возвращаться, второе, товарооборот компании, за это от компании промоушены, научить партнеров видеть выгоду и делать апгрейды и пользоваться промоушенами, вот я в ноябре использовала, вот просто, это был удивительный месяц, день рождения компании и было столько возможностей, я не упустила ни один, я прошла все, все ступени, все этапы и получила все промоушены, которые только можно, три источника дохода, ну, в компанию приходят люди разного уровня, разной компетенции, разное образование, образованности, вот, но когда мы говорим просто о доходах, надо на понятном каком-то языке, чтобы было всем понятно, и поэтому просто говорим, есть бинар, есть классика, пассивный доход, есть клиенты до 74%, да, четыре вида вознаграждения, моментальный, ежемесячный, ежеквартальный, квалификационный и так далее, в общем, важно, что в этом всё, а важно не сдаваться, если сделаю шаг, то иди до конца, и важно, вот, каждое препятствие, а я тоже с этим столкнулся, столкнулся с отказами, и с возмущениями, и с каким-то это, вот, знаете, прямо улыбаюсь после этого, вот такое удовольствие получаю, когда отказывают, потому что это опыт, это знание, ты понимаешь свои слабые места, ты учишься на этом опыте, это точка роста, это точка роста, не пугайтесь препятствий, идите дальше, не сдаваться, в общем, я практически всё сказала, что вот на сегодня подготовила для вас, я думаю, что эта информация каким-то образом вам поможет, спасибо вам за внимание, самое важное найти внешнюю и внутреннюю мотивацию, и давайте усиливать друг друга, то, что мы сейчас и делаем, ещё раз спасибо. Очень круто, Татьяна, благодарю за рассказ, за то, что поделились личным опытом, это дорогого стоит, благодарим вас, что вы сегодня присутствовали на нашем бизнес-семинаре, а мы продолжаем дальше, и хотим сейчас рассказать вам об искусстве продаж, о рекомендациях, и для этого мы сегодня пригласили нашего следующего спикера, управляющего директора, Тамару Доронину. Тамарочка, мы вас слушаем. Добрый вечер всем. Так как я работала в этом направлении, что называется, на земле, то, чтобы идти в ногу со временем, я для себя выбрала работу в трёх социальных, в трёх соцсетях, одноклассники, ВКонтакте и в Ватсапе, где я веду клиентский чат. Вот о нём я и хочу рассказать. Так как мой клиентский чат продуктовый, то я стараюсь наполнять его информацией о действии нашей продукции, ориентируясь на свою целевую аудиторию. А это люди от 60 лет, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Поэтому, на мой взгляд, им интересны результаты таких же людей, как они сами. Я нахожу видео и ставлю результаты и отзывы людей. Помимо официальной информации из наших чатов и сайтов компании, рассказываю людям своими словами, что будет меняться у них, если они будут пользоваться нашей продукцией. Также помещаю короткие видео по здоровому образу жизни. Как, например, помочь себе, делая пару простых упражнений по утрам, если болит поясница. После таких видео выставляю небольшую информацию о действии слайда, стопа, GTS, Гроу и других драже. Очень мне нравится тема здорового питания. Нахожу картинки или короткие видео на эту тему, связывая такие сюжеты с нашей продукцией. Всё время говорю о том, что клеточка будет сыта и здорова, если её правильно кормить. Не все задумываются о том, какое значение имеет вода для нормальной работы организма. Поэтому помещаю информацию и видео о воде. На такие познавательные сюжеты бывают положительные отклики. Важно концентрировать, акцентировать внимание людей на эксклюзивной технологии производства наших леденцов. Поэтому я даю понять людям, почему нашим продуктам нет аналогов в мире. Чтобы у пользователей чата появилось понимание, ставлю выступления сотрудников компании, технологов, руководителей производства, а также топовых лидеров. Официальная информация, на мой взгляд, очень важна, так как даёт представление о масштабах компании, её значимости и миссии в мире. Поэтому ставлю фото о наградах компании и президента, о сертификатах, короткие видео с участием президента, о путешествиях, форумах, где чествуют лидеров. Этим я стараюсь привлечь внимание подписчиков. Выставляю короткие мотивационные ролики и советы мудрецов Востока, а также видео с достопримечательностями, где мне довелось самой побывать. Для того, чтобы оживить чат, провожу опросы, и уже есть результаты. Благодаря опросу люди присоединяются к компании. Совсем недавно, к примеру, у меня появился новый партнёр. Женщина в ходе опроса захотела глубже познакомиться с тремя дрожжи. Я в течение трёх дней помещала в чат информацию о каждом продукте. Причём писала, что сегодня по просьбе такой-то, такой-то я рассказываю об интересующем её продукте в результате подписания. Люди очень любят сюрпризы и подарки. Поэтому в конце опросов я всегда пишу о том, что активно ждёт приз и выполняю свои обещания. Недавно, к примеру, я оплатила доставку продукта активному пользователю, стараясь ставить информацию обо всех акциях и промоушенах компании. Подписчики заинтересуются промоушенами только в том случае, если увидят в них выгоду. Я поняла, что мне нужно показывать моим подписчикам возможности приобретения продукции не только с 50-процентной, но и со 100-процентной скидкой. То есть говорить о бонусах и маркетинге. Нарисовать перспективу быть здоровыми, иметь доступ к таким эксклюзивным продуктам, да ещё получать за это деньги, что может быть привлекательнее. С этой целью я помещаю очень короткие видео, где простым, доступным языком рассказывается о нашем маркетинг-плане. Считаю, что действенным чат будет только тогда, когда я сама стану для окружающих притягательной личностью, буду интересна и близка людям. Поэтому для меня очень важно познакомиться с каждым участником чата. В настоящее время только половина из них имеет партнёрские соглашения с компанией. С остальными знакомство впереди. Чат стал частью моей жизни. Не стоит думать, что выставив сегодня информацию, моя миссия закончена. Это непрерывный творческий процесс. Если перекормить официальной информацией людей, то они быстро могут потерять интерес ко мне и к чату. Это я уже поняла. Как и во всём бизнесе, здесь важно попасть в потребность, чтобы у участников появилось желание не просто пробежаться глазами по тексту или видеосюжету, но и захотелось купить продукт или присоединиться к компании. Юмор на различные темы, особенно о наших детках и животных, детках и животных, поздравления с праздниками, конкурсы, опросы, объявления о школах, приглашения на них, а также отзывы чатовцев о той или иной публикации, вот что оживляет чат и делает его работающим и действенным. Чтобы мои подписчики делились своим мнением по поводу той или иной информации в чате, выставляя сюжеты под рубрикой «А вы знали? А что вы думаете по этому поводу?» и так далее. Стараюсь добиваться обратной связи, заканчивая любое обращение к подписанным вопросами, например, такими «А как вы поддерживаете своё здоровье? Верите ли вы в нутрициологию? Считаете ли вы, что все люди в будущем будут пользоваться для укрепления своего здоровья натуральными витаминами? Как вы думаете, сколько времени вам понадобится, чтобы оздоровить свой организм? Ну и другими вопросами. Но для того, чтобы привлечь свой бизнес потребителей и партнёров, недостаточно иметь только клиентский чат в одном интернете. Интернет-сервис, ресурсе. Нужно широко пользоваться различными соцсетями. Люди проводят немалую часть времени в интернете, поэтому любое появление в соцсетях не проходит бесследно и имеет резонанс. Фото с личным участием действуют на людей даже больше, чем иная научная статья. Я в этом уже убедилась на личном опыте. Например, видео с моими растяжками в зале, плаванием в бассейне, в термальных источниках и прогулками в лес имели ажиотаж, которого я не ожидала. Стараюсь в чате отражать и жизнь города. К примеру, поставила недавно в чат репортаж из нашего центра патриотического воспитания, где земляки плетут маскировочные сети для бойцов СВО, собирают все, что им может понадобиться. Были хорошие отзывы подписчиков. Словом, стараюсь быть ближе к людям, к их жизни и интересам, ведь мне нужна команда единомышленников, о которой я так мечтаю. Я благодарю судьбу, что на моем пути встретилась такая компания и такие люди, которые в наше непростое время показывают, как стать богатыми, счастливыми и радоваться жизни, как ценить время и успевать делать добро. Ну вот, пожалуй, все, что я сегодня хотела вам рассказать. Благодарим вас, Тамара, огромное спасибо вам за то, что поделились, как вести клиентский чат о социальных сетях. Было очень полезно, большая вам благодарность. Ну а сейчас у нас заключительный спикер нашего сегодняшнего бизнес-семинара и мы сейчас приглашаем это такая вишенка на торте. И я хочу пригласить сейчас корпоративного директора из Израиля Елену Вайс и она сейчас поделится с вами очень интересной информацией. Елена, включай микрофон, мы готовы тебя услышать. Добрый вечер, дорогие друзья, доброго времени суток. Я понимаю, что у нас география такая обширная, люди из разных часовых поясов. Действительно, у меня сегодня очень интересная тема, это сила социальных связей, использование списка знакомых для достижения успеха в МЛМ бизнесе. Смотрите, друзья, вот в принципе все то, о чем говорили до меня предыдущие спикеры, я как бы постараюсь сейчас все резюмировать с точки зрения нашего опыта в сетевом маркетинге. Опыт этот у нас достаточно большой. Познакомились мы с сетевым бизнесом еще в девяносто первом году, потом успешно ушли из этого бизнеса, но вот это, вы знаете, этот вирус МЛМ, он всегда остается в людях, которые почувствовали его вкус и остается на всю жизнь, поэтому очень сложно от этого уйти. И я бы хотела, ну как бы резюмируя вот предыдущих ораторов, показать свою точку зрения на этот бизнес, на те моменты, которые позволяют на самом деле выйти к успеху и прийти вот кем целям, которые мы хотим. Вот смотрите, мы зашли в ЭПЛ бизнес, это партнерский бизнес, и он развивается по всем тем законам, которые есть в любом другом традиционном бизнесе. Значит, что есть в любом бизнесе, какие ресурсы, это в первую очередь время, деньги, связи и энергия. Понятно, что заходя в бизнес, в сетевой бизнес, не имеет значения в какой, в любой бизнес, человек предполагает использовать какое-то определенное время на развитие этого бизнеса. Деньги, да, мы вкладываем, в любой бизнес мы вкладываем деньги. И, конечно же, сетевой маркетинг, это не что-то выдающее, когда говорят, что для того, чтобы войти и познакомиться с бизнесом нужно приобрести продукт на определенную сумму. У нас есть шесть видов пакетов входа, то есть мы можем себе позволить решить вот этот вопрос, как грамотно и эффективно войти в бизнес. Связи. Это те связи, которые мы используем для развития построения бизнеса. Вот, наверное, многие со мной согласятся сегодня, что обилие той рекламы, которую мы получаем, она просто зашкаливает. Обилие ботов с предложениями, а вы хотите это, вы хотите то. И понятно, что на сегодняшний момент самое ценное, самое важное в любом бизнесе это вот наши связи, наши контакты, их еще можно назвать золотовалютным запашем в бизнесе, потому что только благодаря доверительным отношениям можно построить, можно дать рекомендацию на что-то, и люди воспользуются этой рекомендацией, и соответственно, значит, будет, произойдет вот этот вот товарообмен. и конечно же четвертый и основной ресурс это энергия, энергия, с которой мы входим в бизнес, мы получили какой-то драйв, мы заинтересовались, мы увидели свои цели, построили свои планы, мы на связи с нашим наставником, наставник, который нас вдохновляет, показывает, что это возможно, что это классно, что это здорово и драйвово, и в результате этого мы можем таким образом заражать других людей вот этой же энергией. Поэтому связь с наставником естественно просто необходима. Предыдущие ораторы уже говорили по поводу того, что так как это бизнес, да, он развивается по тем же законам и принципам любого бизнеса, планирование и анализ любого бизнеса просто необходимы. Но мне бы хотелось сейчас побольше заострить внимание на базе контактов, то есть на нашем списке знакомом. Я не знаю, как вы, но я сама составляла списки на 500, на 1000 человек, но к сожалению, я этим списком никогда не пользовалась, то есть а дальше что делать с этим списком, вот как правило, он и как бы я выполнила это задание и все, а дальше что? Вот, и поэтому вот я бы хотела так сказать вот немножечко с другой стороны посмотреть на нашу базу контактов, которые можно эффективно и грамотно грамотно использовать для построения успешного бизнеса. Ну, Аклюмя уже рассказывала про список контактов, значит, как она берет, как это делается, записывается в тетради. Я, я не знаю, я, допустим, например, использую, использую в компьютере систему Трелла, в ней очень удобно работать со списком знакомых, если кому-то будет интересно, можно будет рассказать об этом поподробнее, но сейчас, смотрите, вот, когда мы берем нашу базу контактов, у нас, ну, из каких компонентов она строится, ну, в первую очередь, это блеский круг, это семья и родственники, и вот из своего опыта и из опыта своих знакомых знаю одно, как только мы начинаем со своим предложением, бизнес-предложением, причем мы еще не вышли на уровень, когда умеем грамотно провести правильную презентацию, когда мы начинаем, вот, лезем к ним со своими предложениями, а если у нас еще был дополнительно какой-то предыдущий опыт и не очень успешный, то, естественно, родственники либо начинают нас игнорировать в лучшем случае, а в худшем случае начинают ставить палки в колеса, они начинают говорить, не надо, не занимайся, куда ты лезешь, опять деньги потеряешь, нервы потратишь, зачем тебе это нужно, поэтому вот для себя лично и для своих партнеров я им всегда говорю так, составили список своих родственников, своей семьи, да, вы можете их проинформировать, друзья, и там, я не знаю, есть какие-то семейные чаты, может быть, или личных разговоров, вот я сейчас в новом проекте, очень классный, там, замечательный проект, прекрасный продукт, позволяет восстанавливать здоровье и так далее, я хочу, чтобы вы просто знали, если есть какие-то проблемы, я могу, можно попробовать вместе решить их благодаря нашему продукту, так как мы, в принципе, получаем продукт и подарочные, допустим, например, промоушенов, подарочные продукты, то есть мы можем позволить себе, человеку дать, попробовать продукт, в таком случае, ну, единственное, не просто так дать, а вот я хочу протестировать вместе с тобой этот продукт, насколько он результативный, дай мне, пожалуйста, обратную связь, вот у тебя там болит нога, как родственника, если вы знаете, там у тебя то-то болит, вот попробуй вот эти, вот эти продукты и потом скажешь, какой результат, то есть таким образом мы своих родственников делаем более лояльными к нашему продукту с одной стороны, а с другой стороны они не видят давления с нашей стороны на то, что давай вместе со мной покупай, там что-то делай, а третье, если они, допустим, например, в своем окружении видят людей, у которых есть какие-то проблемы, они просто-напросто могут к нам их послать. Таким образом, вот наше близкое окружение, наши родственники, они помогают нам создавать товарооборот. Дальше, когда у нас уже есть рост, когда у нас появляются результаты в бизнесе, тогда уже можно там с кем-то разговаривать, там что-то говорить, каким-то образом подключать семью, кто-то, допустим, например, хорошо разбирается в компьютерах, может вести соцсети, помогать, за какие-то вознаграждения и подарки, но это уже, как бы сказать, это лично, это творческий подход к работе с родственниками. Но, вот на мой взгляд, дальше, чем вот проинформировать и предложить протестировать продукт, с таким вот близким кругом делать не надо. Следующая категория людей это наши знакомые. И вот здесь, прежде чем начать работать по списку с этими людьми, я бы очень порекомендовала в первую очередь самому вместе со своим наставником или спонсором ответить на такие вопросы, как зачем вам этот бизнес? Вот понимаете, почему именно APL? В чем ты видишь его преимущества? Какие перспективы ты видишь лично для себя в этом бизнесе? Вот на эти вопросы нужно обязательно ответить. Сколько ты хочешь зарабатывать в этом проекте в ближайшие в месяц, ну, скажем, допустим, на первый месяц, на полгода, в год. То есть, вот то, что предыдущие говорили, ораторы, то есть, планирование, да, вот об этом обязательно понимать, да, на что ты можешь выйти и обязательно понимать, какие, какие деньги ты хочешь зарабатывать в этом бизнесе? Что ты хочешь приобрести на эти деньги? То есть, не просто так, я хочу заработать 100 тысяч рублей, а зачем? А мне нужно оплатить квартиру, а мне нужно купить там мужу дубленку, детям сапоги, там еще что-то, то есть, конкретно расписать вот это все. и когда у тебя есть уже конкретный запрос, вот этот запрос, и ты видишь, как нужно прийти, а с наставником мы можем как бы сделать декомпозицию наших целей, то есть, вот у нас есть конкретная финансовая цель и каким образом, что, какие конкретные действия мы должны делать, чтобы прийти вот именно к этому результату. И вот только после этого, когда у нас есть это четкое понимание, вот этот огонь, вот та энергия, про которую я говорила в начале, которую мы получаем от наставника и передаем своим кандидатам в партнеры, вот только благодаря этому у нас может произойти вот именно тот энергетический обмен, который помогает человеку включиться вместе с нами. Да, вот не зря говорят, люди идут на людей. Да, вот это как раз именно то. И когда мы работаем со списком знакомых, вот я бы посоветовала не ставить перед партнером, которому мы говорим, все знают, надо работать там, надо работать со списком знакомых, не ставить очень высоких цифр по созданию этого списка знакомых. То есть вот ты должен сделать список на 100 человек, на 300 человек, на 500, на 1000 человек. Вот эти цифры, они сразу же, знаете, во-первых, человек думает, ой, это такая долгая работа, сидеть в телефоне, это все выбирать. Или, допустим, например, ой, я не смогу, у меня нету таких знакомых, я не хочу, я, и вот, понимаете, и как бы вот этот основной, ключевой момент в работе со списком, он затирается, отодвигается, и в результате человек вообще не работает со списком. Я же говорю так, давай распланируем, допустим, вот эту неделю пять дней. Ну, так как ты работаешь, там, у тебя есть там, место работы, то есть это у тебя как дополнительное место работы, ты только включаешься в этот бизнес. Давай поставим небольшую цель. Вот, сделай мне список на пять человек, но, пожалуйста, чтобы эти люди отвечали хотя бы одному из тех критериев, которые я тебе скажу. И я ему перечисляю эти критерии. Первое, человек должен быть позитивным. Потому что в тот момент, когда мы начинаем работать с людьми, вот негативные, которые вообще по жизни, там все плохо, тут болит, там все это, там ничего не получается, правительство, не буду называть словами, и вот понимаете, такой человек, он просто-напросто вампирит у вас энергию, и ничего вам не дает взамен. Поэтому, в первую очередь, человек должен быть позитивным. Второе, кандидат в партнеры, он должен быть обучаемый. Потому что в нашем бизнесе предполагается очень много обучения, личностного роста, мы обучаемся продукту, ведению бизнеса. И вот это очень важно. потому что очень часто бывает, когда люди приходят, они вообще не воспринимают то, что им говорят. Ты им говоришь одно, они делают совершенно другое. То есть, это вот опять же идет такая, вот знаете, как прокрутка. Вот ты вроде делаешь, делаешь, а толку никакого. люди, еще одна категория, которая подходит для этого ключевого списка знакомых, это люди голодные до успеха или до денег. То есть, да, люди мечтают, люди, там, человек хочет, там, я хочу купить квартиру, я хочу там что-то, хочу открыть какой-то бизнес. Вот эти люди, у них уже есть конкретные цели, под которые им нужно деньги, а у нас есть возможности дать им вот этот бизнес, этот бизнес. Следующее. Люди, которые уже успешны в чем-то одном, в чем-то своем. это могут быть руководители каких-то предприятий, учреждений, то есть, люди, которые, спортсмены, к примеру, ну, я не знаю, профессионалы своего дела, которые умеют обучаться и умеют и видят результаты своего труда. То есть, с такими людьми легко разговаривать, легко давать информацию и они понимают и чувствуют, что нужно им, ну, нужно будет, какие инструменты им нужны будут. И еще одна категория людей, это люди, которые имеют влияние. Это, допустим, если это в соцсетях, это ведут какие-то марафоны, какие-то обучающие программы, люди, которые занимаются руководящими должностями. И вот, если мы даем задание именно вот, чтобы люди создавали список контактов, базу контактов по этим критериям, то эффективность разговора, она становится в разы выше. Мы даем небольшой объем, то есть, не надо много, поэтому в голове сразу же как бы всплывают люди. И отработав этот список, его можно назвать оперативный список, отработав пять человек, уже дальше потянулись еще пять человек, еще пять, и уже, понимаете, оно как бы выходит на такую легкую линию продвижения. И вот тут очень важный такой момент, вот таким образом мы потихонечку, потихонечку потихонечку запускаем работу со списком знакомых. Но, что очень важно, вот не зря я говорю, золотовалютный запас в нашем бизнесе. Каждый человек это на вес золота. И очень грустно всегда бывает то, что вот работали, вот вроде бы там одно касание, другое касание, и трешку провели, информацию дали, ты уже выяснили, что человеку нужно. и вроде бы какой-то пакет уже собирается купить или еще что-то. И в какой-то момент наступает такое неудобно лишний раз позвонить, то есть не обговорено время, которое человек готов посвятить этому бизнесу, не обговаривается, допустим, например, сколько человек может, ну, какое время удобно звонить или как правильно лучше вот эти контакты организовать. И вот идет такая разбалансировка, и человек остался со своими вопросами, там что-то не получил информацию, и он сливается. Поэтому вот здесь очень важно иметь инструмент, а именно вот в своем списке знакомых не имеет значения, где вы это делаете, то ли на листах, то ли в компьютере, вот, но обязательно нужно видеть, видеть вот на какой стадии общения человек находится с вами. И то есть утром встал, ты видишь, чем я сегодня могу заниматься, о чем с человеком могу разговаривать, что за человек вместе со мной, мне, так как у меня это все перед моими глазами, я могу четко, быстро рассказать своему наставнику, о чем пойдет речь, когда мы проводим, к примеру, трешку, и результат, конечно же, не заставит себя ожидать. Вот, смотрите, ну, и, конечно же, составляя базу контактов, то есть мы прошли там близкий круг, знакомые, рекомендации, про рекомендации очень хорошо сказали, в интернете, социальные сети, нам помощь, соучастники в различных курсах, участники марафонов, клубов по интересам, конечно же, вот все это очень важный сектор общения, но мы не забываем, что так как это холодный контакт, прежде чем делать предложение, нам обязательно нужно с ним утеплиться до такого состояния, чтобы человек начал нам доверять. Вот, поэтому, друзья мои, я бы вот хотела обратить на эти моменты внимание, и я надеюсь, что они вам будут полезны. Я, собственно говоря, закончила, и поэтому я этими инструментами пользуюсь, они мне помогают, и я надеюсь, что они вам поможут тоже. Спасибо большое за внимание. Здорово, Лен, большая благодарность, очень круто, я даже для себя несколько фишечек из своего рассказа взяла. Огромная благодарность тебе за твой рассказ, за то, что ты поделилась своим опытом, знаниями, это дорогого стоит, и я хочу поблагодарить от своего имени и от имени наших сегодняшних слушателей нашего вебинара, всех спикеров, которые сегодня участвовали в нашем большом бизнес-семинаре онлайн, и пожелать вам всем, конечно же, успехов, удачи, развития в MLM-бизнесе, кто еще не присоединился, мы приглашаем вас в нашу дружную невероятную команду, и поделимся с вами и знаниями, и опытом, и поможем развиваться. Еще раз большая благодарность всем классных, невероятных выходных, успехов вам в развитии бизнеса и вашей жизни, всех вас обнимаем, очень ценим, и ждем вас на следующем бизнес-семинаре через месяц компании APL команды Ирины Бороденко. Всех благ! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!